Будем хотя бы одну-две, одна-два отрывка из главы Мишлей мы будем изучать. Кстати, это очень удобно, потому что есть 30 в среднем от 29 до 31 дней в месяце, а в Мишлей 31 глава, и мы так будем все время попадать, вот сегодня 16 апреля, например, да, будем попадать на 16 главу, 17 апреля будем попадать на 17 главу, 18 на 18. И мы один-два отрывка из него будем изучать, а вы будете в конце дальше, можете всю главу читать, повторять. Мы сделали очень удобно, еще раз в Телеграме, невероятно удобный бот Мишлей, спасибо Максиму Перенчуку за этот прекрасный бот, что он нам сделал, и, значит, мы будем по нему идти. А сегодня у нас глава Тазрия, значит, глава Тазрия, и в ней рассказывается, в главе Тазрия рассказывается о нескольких темах, да, шавуатов всем, кто присоединился, хорошей недели мы друг другу желаем, чтобы была хорошая неделя, неделя, в котором, наконец-то, наконец-то одумаются те, кто пытаются решить вопрос мира, войну, и поймут, что никакого решения не будет, все равно все придет к миру. А то время, которое уходит на войну, это вообще потерянное, потерянное время, потерянные жизни, потерянное вообще. В общем, мы молимся, чтобы наступил мир, чтобы закончилась эта война, и чтобы те люди, которые усиливают войну, они же, вот самое обидное в этой ситуации, что те люди, которые усиливают войну, они сами войлать не идут. Эти все люди, они просто сидят в своих бунтерах, кабинетах, и, значит, гонят мир на уничтожение, а мир идет, что мы можем сделать, как стадо баранов на убой, но, а вот эти люди все, которые злодеи, рассказывают какие-то сказки, что это для вас, они говорят, люди, идите воевать, для вас же это, для вас, вам надо воевать. И люди говорят, да, да, вообще жуть. Хорошо, дорогие друзья, но мы молимся, чтобы был мир, и с Божьей помощью Всевышний, Всевышний всех злодеев он накажет. Это основа нашей веры, что добро побеждает зло, и все злодеи, мы можем посмотреть, все захватчики, все завоеватели, все цивилизации, которые ставили свои цели уничтожить других людей, уничтожить, захватить, подавить, все они погибли. То есть все, не будет никого, захватчиков не будет. Итак, мы возвращаемся к недельной главе, недельная глава Тазрия. Значит, в ней рассказывается о том, что если женщина родила, да, женщина родила, родила она мальчика, то тогда она будет 7 дней ритуально нечиста, потом еще нужно будет на 8 день обрезать его плоть, а потом 33 дня она будет очищаться, и потом она только должна принести в жертву, и так далее. Это первое. А про девочку написано, 2 недели будет она нечиста, потом будет она 66 дней очищаться, и потом принесет тоже жертву в храме, и как бы наступает новый этап в жизни женщины. И здесь это очень интересно. Очень интересно, что все-таки Тора нам дает четкое разделение, что есть женщины, есть мужчины, и разные задачи стоят перед женщинами в этом мире, разные задачи перед мужчинами, разные методы, инструменты служения Всевышнему, разный интеллект. Есть доказана уже прям конкретно психология, женский мозг, мужской мозг, они отличаются по структуре работы. Есть разница огромная, колоссальная в гормональной системе, то, что женщина, она приспособлена Всевышним, она прямо должна рожать, да, то есть мужчина не может, и у нее, ее система, она заточена под то, чтобы выносить детей, вырасти детей. Это невероятно. Ни один бы мужчина не справился с такой задачей, с которой справляются женщины. Это нереально для мужчины. И это не то, что там мужчина лучше, чем женщина, или женщина лучше, чем мужчина. Они разные, чуть-чуть под разные задачи. И здесь это вот подчеркивается как раз. И дальше рассказывается про родившегося мальчика, про родившуюся девочку, а потом, интересно, рассказывается вторая часть этой главы, Тазрия. Она говорит о том, что сказал Бог Маше и Арону, говоря, что когда у человека появится белое пятно на коже, и дальше идет целая глава про то, что называется Мицора, проказа, да, на современный язык это переводят. Значит, была такая ситуация, когда был храм, сейчас уже нету этой проказы. Это не та проказа, которая есть сейчас. Это не заболевание, связанное с инфекцией. Поэтому в главе даны очень четкие разделения Коину, как наблюдать за этой язвой. То есть, если эта язва инфекционная, или эта язва связана с какими-то бактериями и так далее, то это к врачам. А Коин, он объявляет человека духовно нечистым и изолирует его. Потому что вот та язва, о которой говорится в Торе, это была язва, которая приходила за духовные проблемы человека. И у него на коже, вот современная психосоматика, она как раз, наверное, базируется на всех этих законах духовных, да, то у человека на коже, или на одежде, или на доме было три вида, три вида вот этой вот мицора. Это как царат, как язвы такие, да, как проказа. Ну, переводим в современный язык проказа. Просто мы привыкли, что, ну вот, язва, так проказа. Что это такое? Я даже, честно говоря, не знаю, что такое проказа. Но вот в русском языке есть слово проказа. А в иврите мицора называется это, да, и царат, царат это как вот эта язва. Так вот, мицора, само слово вот это, которое на иврите, оно как бы намекает нам, показывает, за что приходили, за что приходили вот эти вот проказы в Торе. Значит, мицора муцы шем ра, тот, кто говорил над других людей плохие вещи. Значит, первый раз встречается проказа, когда Мириам сказала не очень хорошо про Машир Абейну. И в этот момент она покрылась проказой, заболела. Значит, приходила эта проказа, приходила на тех, которые говорили про других людей плохие вещи. И наказание было соответствующее. То есть, человека изолировали на семь дней, потом еще на семь дней, еще на семь дней. Пока все это не проходило. То есть, если ты не можешь жить с людьми, если ты плохо к людям относишься, так живи один. Живи один, если тебе люди не нравятся, так тебе, пожалуйста, то есть, никто тебя не заставляет. Но то, что у человека внутри вот это зло, которое он копит и выражает в том, что он говорит плохие вещи на других людей, оно выражалось в язвах на его теле, на его одежде или на его доме. Интересно, что есть такие комментарии, они говорят, что это три покрова, которыми человек как бы покрыт. Но кожа это самый близкий покров. То есть, кожа покрывает и разделяет меня. Это граница моего контакта с окружающим миром. Вот моя кожа, это я. Вот досюда, это я. А уже там дальше, это не я. А внутри, это я. А снаружи, не я. А где граница? Кожа. Кожа, это вот эта первая граница. Потом на коже человек одевает сверху одежду. Он говорит, я хочу сейчас сделать себе, я же человек, я сделаю себе еще один покров. И он одевает на себя какой-то покров. Значит, есть очень мудрая, такая народная мудрость. По одежке встречают, по-моему провожают. Теперь по одежке встречают. А в Мишлей написано, что дурака и грешника видно по походке. Да, то есть вводится еще один параметр, как человек двигается. И получается очень интересная вещь. Значит, одежду человек выбирает, как он хотел бы. Это как военная форма. Только некоторые люди одеваются, потому что они в армии, они одевают военную форму. Потому что они пожарники, полицейские, они одевают форму полицейских. Медсестра одевает форму медсестры, потому что это требование больницы. А обычный человек, который идет по улице, он сам себе одевает какую-то форму. Да, и он через одежду показывает, кто он. Кто я? Он говорит, вот смотрите, я сейчас оденусь вот так. Я сейчас вам всем покажу, это мой внешний покров, кто я. Теперь здесь очень интересная деталь такая, что на иврите одежда это бэгет. Бэгет, бэгэдэ, ну как буквы в алфавите А, Б, В, Г, Д. Значит, на иврите Б и В это одна и та же буква. Значит, Б, Г, Д это подряд это вот эти буквы. Значит, Б, Г, Д. Значит, и вот эти же две буквы это корень, корень, да, как бы значение. Бэгет это одежда. Или в год бгеда это предательство. Получается, что, я вот сейчас почему задумался, числовое значение слова бэгет, бэгет это два, гимал это три, далит это четыре, вместе это девять. Девять это цифра, которая обозначает эмет, истина. То есть, с одной стороны, человек через одежду, он выражает себя, и мы можем увидеть, какой он. По одежке встречают. Но тут же нам дает Тора нам намек, что бэгет, деда это и предательство. Человек может обмануть. Я могу переодеться в полицейского, но я же не стану от этого полицейским. Но мне очень легко обмануть, потому что люди посмотрят на форму полицейского, скажут, о, он полицейский. Когда мне говорят, что вот религиозные, там ведут себя ужасно, я говорю, как ты узнал, что он религиозный? Он одет как религиозный? Значит, это не факт, что он религиозный. Возможно, первое, что он реально хочет показать, что он религиозный. И это действительно выражение его внутреннего состояния. Он хочет показать миру всему. Вот, смотрите на меня, я религиозный человек. Вот у меня кипа на голове. Кипа это ермолка, переводит такое слово. Ермолка, иратмолка, страх перед Богом. Вот я одел кипу, это показывает, что у меня есть страх перед Богом. А есть другой вариант. Идет преступник на суд, его судить сейчас будут. И он думает, одену я сейчас кипу на голову, чтобы думали, что все-таки человек порядочный, религиозный. Ну, ошибся, оступился, все. И он, значит, преступник, вообще негде ставить это на нем клеймо. Он кипу одел, белую рубашку одел, все. Как-то одного моего знакомого, приятеля, его арестовали. Он в 90-е был как-то связан с вот этими группировками и так далее. И его хотели убить. И он защищался, там, то ли он кого-то убил, то ли он не убил кого-то. В общем, это были какие-то войны. Потом он, прошло много лет, он стал религиозным человеком святым. Вот реально, святейший просто человек изменился кардинально. И потом его арестовали за то преступление. А он выглядит как религиозный, полностью. Длинная борода, пейсы. Он жил в Двишиве, вообще только учился, молился и ничего больше. И тут его арестовывают. И они говорят, он прятался и скрывался. И выдавал себя за хасида. Значит, потом суд, суд, суд. Его оправдывают, снимают с него все обвинения. То есть, его оправдали, потому что там, ну, ничего не, ну, в общем, неважно. Его по суду полностью, сто процентов оправдали. То есть, мы видим, что одежда, это покров человека, который, с одной стороны, выражает человека, с другой стороны, очень легко обмануть с помощью одежды. Третья, куда попадала язва за злословие, за злоязычие, вот эта вот духовная язва, да, царат, духовная проказа. Она покрывала стены дома. Стены дома, это третий уровень покрытия. То, как человек обставляет свой дом, что он вешает на стенах, как он. Есть известная история, когда один великоравин приехал к своему сыну в Ешиву. И он зашел в комнату посмотреть на комнату. В комнате были вещи расставлены аккуратно, стояли аккуратно. Все вещи лежали на местах сложены. Все было очень аккуратненько. Он спокойно уехал. То есть, с сыном все нормально, даже не надо было с ним разговаривать. Человек, у которого все в порядке, в комнате, у него, скорее всего, все в порядке и в голове, и в мыслях, и во всем. Значит, и вот, недельная глава нам рассказывает очень долго и подробно о том, как Койны определяли, или это цара, или это проказа. Она пришла за, это духовная нечистота, и тогда надо было человека изолировать. Или это была какая-то инфекционная болезнь, которая пришла к нему тоже, наверное, не как следствие его правильного поведения, правильного питания, правильного отношения к жизни. Но это не является следствием злоязычия. В общем, это все-таки интересные законы. Как это нас касается с вами? На сегодня у нас нет такого явного индикатора духовного состояния. Мы не можем определить духовно. То есть, было бы отлично, если бы человек, например, там, сказал что-то неправильное на кого-то, у него пятно. Он такой, ой, как я мог, зачем я это сделал, больше не буду, я же, надо же всех людей уважать, он же этот человек. В общем, оп, пятно ушло, отлично. Если бы была такая индикация прямая, было бы отлично. А как мы сегодня можем определить степень своего злоязычия, степень своего негативного отношения к другим людям, как? Значит, очень просто. По отношению других людей к нам. Как сказал Шлома Мелла, царь Самон в Мишле, что как человек смотрит в воду, видит свое отражение в зеркале, так сердце человека отражает твое к нему отношение. И вот, значит, люди очень чувствительные. То есть, я, например, по себе не замечал, вот я могу в разговоре кого-то обидеть, например, да, неосознанно. Но я не замечал, а он-то замечал. Если я кого-то обидел, у человека меняется ко мне отношение моментально. Я вижу эту смену отношения, я понимаю, наверное, что-то не так сказал. Что, где я не так сказал, как не так сказал. Но можно смотреть на слова, а можно смотреть на намерения. Есть такая очень важная, ну вот, базовая, базовая идея, как выстраивать коммуникацию с людьми. И самое базовое, что нужно выстроить, чтобы была хорошая, прекрасная коммуникация с окружающими людьми, это выстроить внутреннее отношение к окружающим людям. Я вспоминаю, Рамбан писал письмо своему сыну, и он, когда писал своему сыну, он ему писал, что с уважением относись к каждому человеку, потому что каждый человек в чем-то превосходит тебя. Если ты умнее его, то он, наверное, праведнее тебя. И Всевышний его судит намного меньше, и что он не знает то, что знаешь ты. И то, что ты знаешь больше Торы, Торы ты знаешь больше, а это же значит, что у тебя больше проблем, которые со Всевышним. Если ты богаче его, значит он... Ну и так далее. То есть он приводит множество примеров, показывая, что каждый человек, он таким вот идет, значит, уважай каждого человека, потому что каждый человек в чем-то превосходит тебя. Теперь, если выстроить внутреннюю вот эту вот, внутреннюю убежденность, да, убеждение, внутреннюю ценность, что уважать надо каждого человека, и я уважаю каждого человека, и каждый человек в чем-то прекрасен, в чем-то хорош, в чем-то... То к имам по ним или по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце человека будет отражать твое к нему отношение. Если ты выходишь в отношение к людям с любовью, с возлюбив ближнего как себя, с уважением, то в принципе большинство людей повернутся к тебе той гранью, которая есть в каждом практической человеке, грань добра, грань какого-то возвышенного состояния. И ты сам в людях пробуждаешь ту грань, которая к тебе поворачивается. Если люди сейчас повернуты к тебе какими-то не теми гранями, и ты на них обижаешься, как-то тебе не нравится, как они с тобой общаются, то прежде всего посмотри на себя, на свое внутреннее отношение к ним. И возможно исправляя свой внутренний мир, значит исправляя свой внутренний мир, свои убеждения о людях, о отношении к людям и так далее, то мы тогда выстроим и коммуникацию намного больше, чем сейчас, намного лучше, чем сейчас. Это то, что мы можем выучить для себя из главы про царат. На сегодня проказа, она отражается в отношениях с людьми. То есть нет проказа на коже, но очень четко видно, как люди к тебе относятся. Значит, сегодня у нас 16 глава, 16 глава в Мишлей, и давайте мы несколько отрывков прочтем из 16 главы. Значит, все, запишите, пожалуйста, свои выводы по тому, что вы услышали, да, чтобы были у вас самое важное зафиксировать. То есть жизненный опыт человека, он ничего не стоит, у человека остается только фиксация этого жизненного опыта. То, что вы для себя срезюмировали, зафиксировали в какой-то такой вот фразе, установке, это то, что у вас и останется после того, как жизненный опыт проходит сквозь вас. Поэтому, когда мы изучаем Тору, самое важное, это фиксировать какие-то важные для вас мысли, их прямо записывать, запоминать, делиться и встраивать в себя Тору. Вот тогда получается, что все ваши следующие решения, они будут плодами Торы, и плоды Торы, пути Торы, пути приятные, то есть долгожительство, долголетие. Она древо жизни для тех, кто за нее держится, тот, кто ее поддерживает, будет счастлив. То есть Тора, это самое ценное, что есть в этом мире, это мысли Бога. Хорошо, значит, надеюсь, что вы записали уже следующий урок, если что, возьмите с собой блокнотик, какую-то ручечку, и мы выучим буквально один-два отрывочка из 16 главы Мишлей. Я надеюсь, что вы зайдете в наш бот в Телеграме, воикра «Жизнь по Торе», и там есть Мишлей полностью в электронном виде. Вся книга, разбитая по главам, разбитая, ежедневно приходят три отрывка с комментариями, можно любой отрывок, случайно он называется отрывок, но совсем это не случайно. Вы можете в любой момент нажать, и вам рандомно из 915 отрывков какой-то придет отрывок, который, возможно, вас наведет на какие-то важные мысли. 16 глава, «Леадам Маархей Лев», значит, «Для человека пути сердца, у Маашей Мааннелашон, а от Бога ответ языка». Значит, что значит этот отрывок? У человека есть постоянный мыслительный процесс, мыслемешалка такая, да? И ты можешь своими мыслями, ты можешь, вот давайте сейчас, представьте, что вы добежали марафон 42 километра, вот просто представьте, вы на финише марафона, даже если вы с трудом ходите, вы можете представить, что вы на финише марафона. Мысли, они принадлежат человеку, человек может своими мыслями летать, представьте, что сейчас мы находимся на вершине Эйфелевой башни, представили? А теперь представьте себя в орбитальную станцию мира, вы летаете в невесовости, представили? Представили? А теперь вы под водой, значит, глубоководное погружение. Человек может представить все, что угодно. Для человека пути его сердца, то есть человек может в своих мыслях, он свободен. Умеашем, а от Бога Мааннелашон, ответ языка. Теперь, на то, что человек уже говорит, он уже выпускает в мир, он уже производит действия. Разговор – это действия. И уже то действие любого, которое происходит в мире, здесь уже человек не самостоятельный. Потому что мир принадлежит Всевышнему. То есть мы находимся в мире, в котором находится одновременно практически 8 или 9 миллиардов людей. И каждый из этих людей, у него есть какие-то свои пути, все себе что-то напридумывали. И потом каждый что-то еще пытается делать. И вот это то, что уже вышло из внутреннего мира, оно уже человеку не принадлежит. Это все от Бога. И дальше начинается уже взаимодействие твое, когда ты начал говорить с другим человеком. А у него свои внутренние пути в сердце, он что-то себе свое напридумывал. И он тебе ответит, то есть ты, когда ему что-то сказал, он тебе что-то ответил. И пошло-поехало, это уже от Всевышнего. То есть внешние события, они уже ими управляют Всевышним. Значит, дальше второй отрывок, он нам дает понимание, о чем думают люди. Вот все люди одинаковые. Знаете, смотрите, какая мудрость велика царь Соломон. Каждый путь человека чист. Зах это чист в его глазах. Значит, когда человек что-то делает, ты спроси его, что ты делаешь? Он скажет, я все правильно делаю. И он тебе объяснит любой свой поступок у каждого, хоть он преступник, хоть он что бы он ни сделал, у него есть объяснение, что он хотел как лучше, и вообще у него нет никакой ответственности. Если даже, помните, первый человек, как ты съела дерево? Мне жена дала, а я дерево не ел, мне жена дала, которую ты дал мне. Он сразу же, как стянул в себя ответственность, первый человек. Я дерево не ел, ты же мне сказал, не ешь от дерева, а я ел, мне жена дала. Вообще я не от дерева ел, я вообще не нарушил. А еще и жена мне дала, которую ты мне дал. Какие вообще ко мне вопросы? Первый человек, значит, он сразу же, видите, написано, Он говорит, я вообще чистый. Каждый путь человека чист в его глазах. Но Бог, он внутри же тебя Хотя он не вмешивается в твой внутренний диалог Но он же в нем, внутри этого диалога все равно То есть он внутри тебя, как свет, который дает тебе возможность вообще разговаривать и все И хотя у тебя есть свобода выбора в внутреннем диалоге Но надо знать, что проверяет дух человека, проверяет Бог То есть Бог все знает И ты не можешь сказать Всевышнему, я не хотел И обмануть можешь прокурора, жену, еще кого-то Но не Всевышнего Всевышний знает, что внутри твои настоящие намерения В каждом твоем действии, в каждом твоем поступке Значит, дальше там много можно учить Я надеюсь, что вы сами прочтете Я хочу здесь один Есть тут отрывок, который очень один из моих любимых таких, знаете, все объясняющих Есть красивый отрывок седьмой Когда Богу угодны пути человека Даже враги его Значит, Бог так сделает, что даже враги Я шли мы то Враги его сделает с ним шалом То есть если человек начинает действовать Именно и Всевышний доволен его действиями Даже враги потом от человека отстанут И исчезнут И будет мир с его врагами И вот, значит, сейчас, сейчас, сейчас Отрывок, который мне очень нравится Который очень много объясняет жизни Значит, вот Это восемнадцатый отрывок Восемнадцатый отрывок, он звучит так Лифней шевер, гаон Перед крушением, вознесение Велифней тишалон, говаруах И перед спотыканием Говаруах, это высокомерие Значит, перед крушением гаон Это гордость, вознесение такая И перед сбоем таким Да, тишалон, это провал какой-то Сбой, неудача такая Говаруах, высокомерие Значит, есть такая фраза Очень интересная Что успех Самый главный враг человека И враг развития Потому что, когда у тебя есть успех Ты, как бы, все Я молодец, я молодец, красавчик И ты становишься высокомерным И тут же ты теряешь осторожность Теряешь мотивацию Теряешь вот это вот Желание делать все правильно Ты уже царь И чем выше человек возносится Тем больше вероятность Что он сейчас ошибется И упадет Это вот как раз 16 глава Мишлей Которую, если мы будем помнить И действовать исходя из этого То все будет хорошо Вопрос, как удостоится рая Вот мы так и делаем Дамир спрашивает Мы создаем одежды для души Учи Тору, люби Всевышнего Молись, общайся с ним Делай добрые дела Делай заповеди Не делай зла Сур мирова святов Отодвинься от зла Делай добро И вечная жизнь Рай обеспеченный И гарантированный Все Всем удачи и успехов Напишите пожалуйста Свои выводы Зафиксируйте их Для себя Подумайте Как вы можете их использовать В жизни прямо сегодня Как вы можете Распространить Эти знания Тора Которые вам Принесли пользу Значит вы можете Поделиться ими И усилить этот сигнал Дать пользу Подпишитесь на Бот Жизнь по Торе Там есть много уже Более глубоких Видео уроков Как именно Служить Всевышнему Там есть кстати Ответы на практически Все вопросы И про дздаку И про изучение Торы И про заповеди И про шаббат Про все основные заповеди Уже есть цикл уроков И есть урок Очень классный цикл Семь уроков Про молитву Как правильно молиться Как установить Личный контакт Со Всевышним Потому что Личный контакт У каждого есть Потенциально личный контакт Это душа Которая находится в интеллекте Но связать свой интеллект Со своей душой И со Всевышним Можно только С помощью То что называется Молитва И как это делаете Семь видео уроков В боте Воикра Жизнь по Торе Все Всем удачи и успехов Прекрасного дня Значит до завтра С Божьей помощью Счастливо Чтобы Всевышний услышал Ваши молитвы И выполнил Для вашего блага